Всем привет! Французские автомобили на вторичке решают. Цены у них адекватные и надежность вселяет доверие. Поэтому мы решили поддержать популярную тему и рассказать вам об огромном Renault. Итак, встречаем Renault Espace пятого поколения. Renault Espace – это один из первых минивэнов, созданный как семейный автомобиль, а не вариация на тему грузовых фургонов. Так что владельцы Multivan и Caravelle могут тут сильно не переживать. Однако в пятом поколении Espace трансформировался в нечто похожее на кроссовер. Его кузов уже не выглядит как большой аквариум на семерых, а напоминает огромный универсал. Кстати, в шестом поколении, которое появилось в этом году, Espace окончательно превратился в кроссовер. Напоминает машину для легкого бездорожья, а не семейный автобус. Пятое поколение Espace построено на платформе CMF CD, на которой также базируются Megane, Talisman, Scenic, а также хэшбэки и кроссоверы Nissan последних поколений. Как и прежде, Espace предлагает просторный 7-местный салон, но не во всех версиях бездонный багажник, а полного привода не предлагает. Собственно, он и не нужен. А за все остальное эту машину очень любят. А если бы на эту машину установили проходной 1.5 DCI, то цены бы этой машине не было. Да, были бы жалобы, что мощности не хватает, но зато пошлина таможенная, очень сладкая. Ну, как вы поняли, сегодня мы про славный турбодизель K9K рассказывать не будем, но полный гайд по слабостям и болячкам Renault Espace 5-го поколения вам обеспечен. Ну что, поехали! С окраской кузова у Renault Espace 5-го поколения все отлично, но со временем изменяются зазоры по периметру задней двери багажника, то есть провисают петли. Это стандартная проблема для всех Renault этих поколений. Так вот, петли можно отрегулировать и желательно это сделать пораньше, чтобы провисшая до бампера дверь не начала царапать краску. Механизм раскладывания зеркал, а точнее шарнир зеркал, может закиснуть в осенне-зимний период. Но не беда, зеркала здесь не сильно сложно разбираются, можно добраться до шарнира и хорошенько его смазать. Наполнение и дизайн интерьера Renault Espace 5-го поколения хорошо знаком по Megane, Talisman и другим моделям Renault. Добро пожаловать! Кстати, материалы интерьера довольно качественные. При должном уходе даже кожаная обивка кресел у машин с пробегом более 200 тысяч километров выглядит буквально как новая. Пожалуй, сейчас самое время сказать, что пробег у этих машин часто скручивает. Однако, имея ВИН-номер, можно найти показания пробега последнего техобслуживания у европейского дилера Renault. С этим могут помочь фанаты французских автомобилей, которые буквально за спасибо проверят машину по базе данных. Вот такие вот хорошие люди. Если хотите копнуть глубже, то это можно сделать с помощью профильных специалистов по диагностике этих машин. Обычно реальный пробег хранится в блоке ABS. Его оттуда удалить сложно и долго, то есть скорректировать, но считать можно. Так что не дайте себя обмануть. Давайте обратим внимание ещё на бардачок. Здесь он выдвигается как полка, то есть выдвижная полка. Как в Беларуси у нас говорят, здесь он в виде шуфлядки. Так вот, за открытие этой полки отвечает сенсорная кнопка. И со временем она перестаёт работать. А причина совершенно простая. Оборвались провода в жгуте, которые идут к этой кнопке. Чтобы открыть неоткрываемый бардачок, нужно подразобрать правый торец передней панели. Там, в недрах, вы найдёте фиксирующий язычок бардачка. Нажмёте на него и сможете выдвинуть всю полку вперёд. Потом под ней ищите единственный жгут на три провода. Снимайте общую оплётку и удивляйтесь лопнувшим проводам. Паяльник вам в помощь. С помощью него вы сможете восстановить целостность проводов. Если вдруг обнаружите, что перестал работать подогрев сидений, а поломка обычно начинается с отключения подогрева спинки, то тоже ищите оторванные провода. То есть, обычно провода обламываются на стыке спинки и сидушки. С контактной группой рулевого колеса её ещё называют шлейфом. Проблемы случаются крайне редко. Богатые версии Renault SP с пятого поколения оснащены проекционным дисплеем. Это дисплей в виде поднимающегося позади козырька панели приборов. Это простенький кусочек ордстекла, который отражает показания с расположенного под ним экрана. Пластиковые шестерёнки этого экрана, да и крышки, которые его накрывают после закрытия, крайне не любят, если экран складывают вручную, либо же его закрытию мешают бумажке, либо что угодно, то, что вы там забыли. После этого экран начинает закрываться с подёргиваниями, либо же не достигает крайнего положения. В общем, мы не слышали об успешном ремонте таких экранов. На разборке такой экран стоит примерно $200. Обязательно позвоните в «АвтоСтронг-М». А новый в 8 раз дороже. Мультимедийная система R-Link – это крутая штука. Как мы уже отмечали, у неё много возможностей. Возможности развивают энтузиасты. То есть, сюда можно загрузить те же Яндекс.Карты, данные о камерах скорости и наметить себе другие точки интереса. В общем, этим занимаются энтузиасты, и владельцы Renault им очень благодарны. На что хотелось бы обратить внимание – R-Link не глючит и не зависает. А кирпичить её можно только если неправильно перепрошить, а оживить мультимедиу с погасшим экраном смогут только специалисты по этой марке. Богатые версии Space 5-го поколения оснащены панорамной крышей. Нельзя сказать, что такая крыша хлопотная, но что точно можно сказать про неё, так это то, что она со временем начнёт скрипеть. В основном, это происходит из-за засыхания смазки. Рено и Space 5-го поколения чаще всего встречается с турбодизельным двигателем объёмом 1.6. Есть версии на 130 л.с., есть на 160 л.с., соответственно, одна турбина и две турбины. С этими двигателями надо быть очень внимательными, особенно с битурбированной версией. Но обо всём по порядку. Итак, буквально все двигатели 1.6 DCI вынуждают устранять масляные подтёки по крышке цепного привода ГРМ. Крышку надо снимать и устанавливать на новый герметик. Также нужно внимательно относиться к системе охлаждения. Радиатор нужно чистить от грязи и пуха. После замены антифриза обязательно надо развоздушить систему. Патрубки должны быть герметичны и хорошо закреплены. В противном случае дойдёт до перегрева с появлением трещин между третьим и четвёртым цилиндрами в блоке. Далее, теплообменник EGR слабенький и грозит двумя неприятностями. Из-за износа в области штока происходит утечка неочищенных газов. И эти газы через систему вентиляции попадают в салон. Ездить с таким ароматом просто невозможно. Теплообменники меняли по гарантии на рубеже 90 000 км. Кстати, вот с такой периодичностью их и приходится менять. Просто поднимите автомобиль на подъёмник, осмотрите теплообменник. В случае этой проблемы там будет сильная закопченность сажей. Плюс корродируют стенки и стыки самого теплообменника. В этом случае появляются утечки антифриза как наружу, так и в контур рециркулирующих газов. Кстати, случаев гидроудара на этом двигателе практически нет. Скорее, двигатель заклинит, если при трассовом пробеге выльется весь антифриз. В обзоре Megane 4 мы рассказали, что блоки цилиндров моторов 1.6 DCI меняли по гарантии, так как при пробегах до 100 000 км часто появлялись трещины блока, из-за чего антифриз попадал в поддон. Трещины проходили от опор коленвала вверх сквозь рубашку охлаждения. Улучшенные и избавленные от такой проблемы блоки моторов 1.6 DCI с одной турбиной имеют номер, начинающийся с символом E4-E4, а для битурбированного исполнения D4-D4. Номер выбит на площадке на блоке цилиндров рядом с правой опорой двигателя. Также редко с моторами 1.6 DCI случается неприятность, которая должна была остаться в прошлом, проворачивает вкладыши коленвала. Виной тому считается изношенный двухмассовый маховик, стоимость которого достигает примерно 1000 долларов. Кстати, шкив коленвала у мотора 1.6 DCI тоже демпферный, выхаживает примерно 150 000 км. Обычно владельцы доезжают его до последнего, пока наружная обойма не прекратит вращаться из-за трещины по всей окружности демпфера. В этом случае при работающем моторе пойдет из-под капота дымок, а панель приборов просигнализирует о неприятностях. Шкив неоригинальный стоит примерно 130 долларов, оригинальный – 300. Владельцы Renault с двигателями 1.6 DCI частенько замечают такую проблему – появляются провалы и пинки при ускорениях, а такие симптомы обычно свойственны для роботизированной трансмиссии. То есть можно перепутать. И вот при такой проблеме обычно наблюдается небольшое плавание холостых оборотов. Так вот, проблема чаще всего заключается в плохом контакте с форсунками. То есть контактные фишки с форсунок надо снять, промыть все очистителем контактов, и даже иногда надо подогнуть пины, и тогда проблема уйдет. А вот цепь ГРМ двигателя 1.6 DCI ходит по-разному. Возможно, путаницу вносит скрученный пробег на одометре. У некоторых цепь ГРМ начинала греметь, когда одометр показывал 150 тысяч километров, у некоторых начинает греметь, когда одометр показывал 250 тысяч километров. Но есть экземпляры, которые проехали 400 тысяч километров, и цепь начинала греметь. Двухлитровый дизельный двигатель встречается крайне редко, но по сути это старший брат двигателя 1.6 DCI. Но проблем с растрескиванием блока цилиндров у него нет. Но зато есть впрыск мочевины, который дурит голову, пока вы не поменяете бак этой системы, либо не отошьете ее программно. Рено Испейс пятого поколения очень редко встречается с бензиновыми двигателями. Например, на момент съемки вот этого обзора на один бензиновый Эспейс приходится 35 дизельных. А вот почему так? Не доверяют наши люди даунсайдинговым французским моторам. Да и в Европе их выбор очень скуден. И вообще выбор бензиновых моторов для этого автомобиля очень маленький. Например, сначала продаж, то есть с осени 2015 года по лето 2017 был доступен всего один мотор 1.6 TCE, который был заимствован у маленьких заряженных на спорт Рено. Этот мотор сомнений не вызывает в надежности. Но чтобы он жил хорошо и долго, меняйте в нем масло пораньше и прислушивайтесь к цепи ГРМ. Говорят, она едва ходит 100 тысяч километров. А вот в середине 2017 года Эспейс 5-го поколения заполучил новый турбомотор. Здесь 1.8 TCE на 225 лошадиных сил. Пока особых тревог этот двигатель не вызывает, но на нем по отзывной компании начали менять привод перепускного клапана турбокомпрессора, то есть клапана Westgate из-за звонкого шуршания после утреннего запуска. Других конкретных болячек у этого мотора пока не выявлено. Но мы бы посоветовали менять масло каждые 8 тысяч километров, чтобы не столкнуться с жором масла и чтобы цепь ГРМ служила дольше. Рено Эспейс 5-го поколения никогда не оснащались классическими гидромеханическими трансмиссиями, а вместо них предлагались преселективные трансмиссии с мокрыми многодисковыми сцеплениями. Так вот, поклонники Рено очень хорошо отзываются об этих трансмиссиях, потому что они назло другим трансмиссиям ходят более 500 тысяч километров. То есть DW5 и DW6, если в них менять масло вовремя, а это раз в два года либо же в 45 тысяч километров, использовать масло нужной спецификации и менять фильтр. Фильтр служит очень хорошо и долго. На замену уходит примерно 6,2 литра масла. Если при замене масла будет обнаружено запотевание по пластиковому поддону, а находится он не снизу, а сбоку, то надо менять этот поддон, а не только прокладку. Тем более, что они продаются вместе. Цена – 250 долларов. Механическая трансмиссия на Рено Эспейс 5-го поколения – это проверенная временем 6-ступка ПК-4. Так вот, в паре с ней идет двухмассовый маховик. Стоимость его 1000 долларов. И, как мы уже отмечали, изношенный маховик может сократить срок службы вкладышей коленвала, а также сама механика может пострадать. В этой ручке надо менять масло. На замену уходит где-то 2 литра трансмиссионной жидкости. А у нас объявление. Компания «АвтоСтронг» приглашает к нам в команду автослесарей, кладовщиков и специалистов по продаже автозапчастей. Важно! Знание и понимание устройства автомобиля. Опыт приветствуется. Если его нет, всему научим. У нас официальное оформление, официальная заработная плата, а главное – бесплатное жилье для иногородних. Успей стать частью нашей команды. Звони! Плюс 375-44-786-5020. Подробности будут в описании. Ну а те, кто забыл, в «АвтоСтронг» есть очень качественные БУ-запчасти и новые запчасти. А также есть подразделения «МотоСтронг». Мы сами привозим мотоциклы из Европы, продаём байки с минимальными пробегами, в отличном состоянии и с полным пакетом документов. Но сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать вам об этом автомобиле. Ну что, мы на СТО и продолжаем. СП из пятого поколения унаследовал болячку всех своих родственников. Втулка основного вентилятора охлаждения изнашивается, увеличивается люфт крыльчатки, да и самого электромотора. В общем, может всё закончиться не только шумом и вибрациями, а электромотор может сгореть из-за перегрузки. Придётся менять весь вентилятор. Вентилятор стоит оригинальный 1000 долларов, есть заменители по 400. Придуманы инородные способы ремонта с набиванием смазки во втулку, а также с внедрением электромотора подходящего размера. В системе кондиционирования используется очень дорогущий, но способный гореть, Freon 1234Y. Но его можно без труда заменить на неэкологичный и более дешёвый R134A. Аккумулятор на SPS пятого поколения используется AGM. Дорогой и, как ожидается, более долговечный. Но по факту такая батарея выходит из строя почти каждые два года. А происходит это из-за повышенных нагрузок, когда система старт-стоп останавливает двигатель и заряд пропадает. По итогу рекомендуют отключать систему старт-стоп, но это тоже не даёт большого эффекта. Мы уже подробно рассказывали, а сейчас просто напомним, что при осмотре этих SPS на подъёмнике надо обращать внимание на сухость при селективной трансмиссии. А если машина дизельная, обращаем внимание на переднюю крышку, теплообменник EGR и не забываем про демпферный шкив. Сзади у любых версий SPS пятого поколения торсионная балка. Отличие заключается лишь в том, что у машин с системой Focontrol, то есть механизмом поворота задних колёс, задние цапфы крепятся к балке не жестко, а через несколько сайлентблоков. Именно эластичностью этих сайлентблоков и достигается поворот задних колёс. На данный момент эти сайлентблоки проблем не вызывают, но отдельно от цапфы они не продаются. Оригинальная цапфа с сайлентблоками стоит 800 долларов. Актуатор системы Focontrol служит без нареканий. Его, кстати, частенько меняли по гарантии. И новый такой актуатор стоит половину бэушного SPS пятого поколения на минуточку. Автомобили системой Focontrol оснащены адаптивными амортизаторами. Задний адаптивный амортизатор один такой стоит 500 долларов. Пассивные – гораздо дешевле, по 200. Но опорные сайлентблоки у таких балок полностью одинаковые. Стоят дороговато. Оригинал за 270 долларов, а вот заменители можно найти по 80. Кстати, задняя балка может скрипеть и у SPS пятого поколения. Умельцы придумали способ сделать её тише, сверлят отверстия и заполняют балку отработанным маслом или графитовой смазкой. В передней подвеске слабоваты задние сайлентблоки рычагов. Рено их по оригиналу отдельно не продаёт, поэтому надо будет искать неоригинал. Что-то нормальное стоит примерно 20 долларов. Сколько они ходят – неизвестно. Оригинальные сайлентблоки уже шли трещинами к пробегу 80 000 км. То есть, передние рычаги меняли по гарантии. Оригинальные передние амортизаторы стоят по 270 долларов. Дорого, но есть заменители, которые намного дешевле. А вот адаптивные амортизаторы существуют только в оригинале. Аналогов не имеют. Стоимость по 600 долларов за штуку. Опорные подшипники амортизационных стоек служат долго. Стоят 60 долларов за оригинал. А вот ступичные подшипники передней оси баснословно дорогие. По 670 долларов за оригинал. Есть заменители по 300 долларов. Служат долго. В принципе, содержание ходовой у S-Pacer с пассивными амортизаторами из «Фо Контрол» становится не дороже, чем у Megane 4-го поколения. Эти большие то ли псевдокроссоверы, то ли минивены активно пригоняют из Европы. Если вас заинтересовал Renault S-Pacer с пятого поколения, то обязательно найдите историю его обслуживания. Это несложно. И посмотрите, что в нем менялось и была ли замена дизельного двигателя 1.6 DCI. Буквально четверть Renault S-Pacer с пятого поколения прошли через это. Следите за системой охлаждения у этого автомобиля, и тогда все будет хорошо. И опять развеем все домыслы. Renault S-Pacer с пятого поколения, якобы с проблемным дизельным двигателем 1.6 DCI пробегают более 500 тысяч километров без проблем. А вот капремонт этого двигателя случается из-за хренового обслуживания. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие подробные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, поставьте колокольчик, напишите комментарий, поставьте лайк этому видео и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».